Антон Павлович Чехов. После театра. Надя Зеленина, вернувшись с мамой из театра, где давали Евгения Онегина, и придя к себе в комнату, быстро скинула платье, распустила волосы и в одной юбке и белой кофточке села за стол, чтобы написать такое письмо, как Татьяна. «Я люблю вас», — писала она, — «но вы меня не любите, не любите. Написала и засмеялась. Ей было только шестнадцать лет, и она еще никого не любила. Она знала, что ее любят офицер Горный и студент Груздев. Но теперь, после оперы, ей хотелось сомневаться в их любви. Быть нелюбимой и несчастной. Как это интересно! В том, когда один любит больше, а другой равнодушен, есть что-то красивое, трогательное и поэтическое. Онегин интересен тем, что совсем не любит. А Татьяна очаровательна, потому что очень любит. И если бы они одинаково любили друг друга и были счастливы, то, пожалуй, показались бы скучными. «Перестаньте живо уверять, что вы меня любите», — продолжала писать Надя, «Думая об офицере Горном. Поверить вам я не могу. Вы очень умны, образованы, серьезны. У вас громадный талант. И, возможно, вас ожидает блестящая будущность. А я неинтересная, ничтожная девушка. И вы сами отлично знаете, что для вас я буду только помехой. Правда, вы увлеклись мною, и вы думали, что нашли во мне ваш идеал. Но это была ошибка. И теперь вы спрашиваете себя в отчаянии, «Зачем я встретила эту девушку?» «И только ваша доброта мешает вам сознаться в этом». Надя стала жаль себя. Она заплакала и продолжала. «Мне тяжело оставить маму и брата. А то бы я надела монашескую рясу и ушла, куда глаза глядят. А вы бы стали свободны и полюбили бы другую». «Ах, если бы я умерла!» «Боже мой, как интересны, как обаятельны мужчины!» Надя вспомнила, какое прекрасное выражение заискивающее виновата и мягкое бывает у офицера, когда с ним спорят о музыке. И какие при этом он делает усилия над собой, чтобы его голос не звучал страстно. В обществе, где холодное высокомерие и равнодушие считаются признаками хорошего воспитания и благородного нрава, следует прятать свою страсть. И он прячет. Но это ему не удается. И все отлично знают, что он страстно любит музыку. «Играет он на рояле великолепно, как настоящий пианист. И если бы он не был офицером, то, пожалуй, был бы отличным музыкантом». Слезы высохли на глазах. Надя вспомнила, что горный признавался ей в любви в симфоническом собрании, а потом внизу, около вешалок, когда со всех сторон был сквозной ветер. «Я очень рада, что вы, наконец, познакомились со студентом Груздевым», продолжала она писать. «Он очень умный человек. И вы, наверное, его полюбите. Вчера он был у нас и просидел до двух часов. Всем были в восторге. И я жалела, что вас не было с нами. Он говорил много замечательного». Надя положила на стол руки и склонила голову, и ее волосы закрыли письмо. Она вспомнила, что студент Груздев тоже любит ее, и что он имеет такое же право на ее письмо, как и горный. «В самом деле, не написать ли лучше Груздеву?» Без всякой причины в душе ее шевельнулась радость. Сначала радость была маленькая и каталась в груди, как резиновый мячик. Потом она стала шире, больше, и хлынула, как волна. Надя забыла про горного и Груздева, мысли ее путались. А радость все росла и росла. Из груди она пошла в руки и ноги. И казалось, будто легкий прохладный ветерок зашевелил волосами. Плечи ее задрожали от тихого смеха. Задрожал и стол, и стекло на лампе. И на письмо брызнули из глаз слезы. Она была не в силах остановить этого смеха, и чтобы показать самой себе, что она смеется не без причины, она попыталась вспомнить что-нибудь смешное. «Какой смешной пудель!» проговорила она, чувствуя, что ей становится душная от смеха. «Какой смешной пудель!» Надя вспомнила, что Груздев вчера после чаю шалил с пуделем Максима. И потом рассказал про одного очень умного пуделя, который погнался на дворе за вороном. А ворон оглянулся на него и сказал, «Ах ты, мошенник!» Пудель, не знавший, что он имеет дело с ученым вороном, страшно сконфузился. И отступил назад. Потом начал лаять. «Нет, буду лучше любить Груздева», решила Надя и разорвала письмо. Она стала думать о студенте, о его любви, о своей любви. Но выходило так, что ее мысли расплывались, и она думала обо всем. О маме, об улице, о карандаше, о рояле. Думала она с радостью и находила, что все хорошо, великолепно. А радость говорила ей, что это еще не все, что завтра будет еще лучше.